Встречи с детскими писателями и поэтами в Центральной детской библиотеке не редкость. В рамках недели детской книги в понедельник прошла встреча сразу с двумя гостями города. Поэтами Олегом Бундуром из Кандалакши и Сергеем Мохотиным из Санкт-Петербурга. Вместе с четвероклассниками гимназии вопросы гостям задавала наша съемочная группа. Мальчишки остаются мальчишками до самого зрелого возраста. Это блестяще доказали два друга поэта, которые приехали в гости к ребятам, собравшимся в уютном зале Центральной детской библиотеки. Признаюсь, кроме Огней и Барто в тот момент я никак не могла вспомнить детских поэтов-женщин. А вот поэтов-мужчин, сочиняющих детские стихи, оказалось гораздо больше. И два имени нынче пополнили этот список. Олег Бундур родился в Макеевке, что в Донецкой области, а Сергей Мохотин в городе Сочи. Но теперь один живет в Кандалакше, а другой в Санкт-Петербурге. У обоих творческая деятельность перешагнула за четверть века. Я всегда себя ощущал человеком, стоящим на расколотой льдине. Одной ногой в медицине, а второй ногой в литературе. У меня очень много вопросов всегда по этому поводу было. Вот как вы не жалеете, не хотели бы перейти обеими ногами, либо туда, либо сюда. Но какой стихотворец перестанет сочинять, если он хоть раз ощутил себя поэтом? К тому же уже столько планов и встреч предстоит впереди. Двух поэтов ждут и в Никеле, и в Кавдоре, а из Манчегорска они сразу же отправляются в Оленигорск. Ну хорошо дети принимают. Им же интересно. Я первый раз встретил живого писателя, когда был в 10 классе. А тут в 8, в 6, в 7 лет увидит человека, который делает книги сам. Это же, наверное, интересно. А вот с гостем из северной столицы у нас даже небольшой спор возник. Мне кажется, что сочинять для детей – дело сложное. Тут нужна неподдельная искренность, подкрепленная искрящимся талантом. Дети хорошо чувствуют фальшь. Не знаю, соглашаться или нет. Для кого-то может быть и сложно. А мне… Ну, вообще, конечно, это непростое дело вообще заниматься литературой. Но зато, когда что-то получается, то это такое счастливое ощущение, что о сложностях уже как-то быстро и забываешь. Это очень радостное занятие. Разговор сразу же перешел в рамки дружеской беседы. Когда всем интересно и весело. Когда можно не только стихи послушать, но и осыпать гостей целым водопадом вопросов. Ребят интересовало многое. И когда поэты начали сочинять. И есть ли у них дети. И какие любимые домашние питомцы. Словом, все как у близких друзей. Да и как может быть иначе, если стихи такие замечательные. Такое стихотворение называется «Пластилиновый пес». Не сердись на меня, пластилиновый пес. Получился кривым пластилиновый нос. Пластилиновый хвостик висит, как шнурок. И немного поймет пластилиновый бок. Я потом, может быть, тебя снова слеплю. А сейчас я тебя и такого люблю. Во время встречи гости спросили, сочиняют ли сами четвероклашки. А как же? Ольга Бань вручила гостям небольшие книжечки с творчеством наших ребят. Пусть почитают. Гости порадовались теплому приему и радушию, с которым их встретили здесь, в северном городе. И даже поделились своими секретами. Рассказами из новых, еще не изданных книжек. Мне понравился рассказ про директора и еще стихотворение. Два поэта дружат уже почти четверть века. Их дружба и творчество так вдохновили ребят, что они еще долго не отпускали гостей. И, конечно, приглашали их еще раз в наш город, где так ценят хороших людей. Продолжение следует...